Привет! Сегодня мы разберем лучшие изолирующие упражнения в тренажерах, которые заслуживают отдельного внимания. Преимущество этих упражнений заключается в том, что именно в таких движениях мы можем максимально включить в работу целевую мышцу, при этом максимально выключить все старостепенные мышцы. То есть изолирующие упражнения в тренажерах дают нам более точечную нагрузку в отличие от большинства базовых движений. Первое упражнение – это тяга вертикального блока. Это настоящее спасение для тех, кто еще не умеет подтягиваться. И именно с этого упражнения может начинаться ваша тренировка широчайших мышц, если вы еще не уверенно чувствуете себя на перекладине. Также очень часто это упражнение включается в программу тренировок как завершающее упражнение, то есть выполняется на широчайшие мышцы в последнюю очередь. Такая тяга может выполняться как классическим, так и обратным хватом. Второе упражнение – это разгибание рук в блочном тренажере на трицепс. Из всех упражнений на трицепс – это одно из наименее травмоопасных. И если я тренирую бицепс и трицепс отдельно, я очень часто начинаю тренировку именно с него. Это упражнение очень хорошо изолировано, включает в работу трицепс и подходит для разминки перед более технически сложными движениями. Как правило, это упражнение выполняется либо в начале тренировки как разминочное, либо в конце тренировки на трицепс как завершающее. Следующее упражнение – это сгибание рук в бицепс-машине. Это аналог движения со штангой или с гантелями в скамье скота. И кардинально эти упражнения друг от друга не отличаются. Как и в других упражнениях в тренажерах, это позволяет дать точечную нагрузку на бицепс. Следующее упражнение – это жим штанги из-за головы в машине Смита. Если сравнивать это упражнение с другими аналогичными жимовыми упражнениями, то оно наиболее травмоопасное, потому что здесь у нас идет немножко неестественная амплитуда движения. То есть гриф у нас опускается за голову. И как раз фиксация грифа в машине Смита делает это упражнение наименее травмоопасным. Но по сравнению с другими жимовыми движениями на плечи, оно более четко включает в работу среднюю дельту. Следующее упражнение – это разгибание и сгибание ног в блочных тренажерах. Эти упражнения изолированно включают в работу квадрицепс и бицепс бедра. Эти упражнения, как правило, выполняются либо в начале тренировки, как разминочные перед более сложными движениями, например, приседанием, либо как завершающие упражнения в конце тренировки. А еще больше интересной и полезной информации смотрите в моем телеграм-канале по ссылке прямо под этим роликом.